Садоводолюбитель Ну ладно. Хорошо, что ты не все фрукты спрятал. Разговор такой полуофициальный, но все равно на пленку. Итак, первое, потому что мне все некогда, все не успеваю. Ты в руках что, Жигулевская держишь? Жигулевская, вот. У меня единственное дерево погибло, а на другом дереве одна ветка, довольно-таки уже увесистая. Ну, у меня три дерева, все такие. Тут юстировать ничего не надо. Как ты называешь, король сада. Да, король сада. Ты поверишь, 30-40 ведер в лучшие годы, пока не приехали мотоциклисты, не подожгли сад на острове. Я тебе рассказывал? Да. Ладно, нет, смотри. Смотри. Ну, хорошо, давай с твоих начнем. Раз назвал лучшим. Нет, с формы мы начнем. Вот с сорт формы. Давай, давай, давай. Мне оно как раз-то и не знакомо. Ты совсем, понимаешь, до тех пор, пока плоды не попробовал, я не стал его, ну, саженцы развивать. Одно дерево, как сказать, запасное сделал или контрольное. У свое взятие с дочкой посадил. Вот. Яблочки вот они какие. Но вкус у них просто изумительный. Он эритмены не уступает. Ты смотри, что ты сейчас делаешь. Как только я публикую этот фильм, мне накинутся, давит черенки формелла. Нарежешь? Ну, черенки формелла есть, да. Все, давай, только побыстрее. Следующий сорт давай, а то мы никогда не закончим. Зайлийская в этом году мелковата. Мелкая, что-то сильно мелкая. Большинство яблок очень мелкие. Вот посмотри. Вот это вот лежит. И вон то. Вон они в основном. Это бельфлерки тайка. Ну, у меня, у меня, вот смотри, вот это она же самая крупная. Вот. Нет, это уже не она. Так вот, у меня они крупнее в этом году. У бельфлерки, сейчас один момент покажу. Вот характер у нее, видишь, как у старухи вокруг. Ты мне это объясняешь. Я тебе благодарю, смотри. Сколько я тебе надарил, ты уже отдарился. У меня бельферки тайки две заплодоносили. Отборные плоды. Вот. Вот. И даже крупнее твоих. Вполне возможно. Потому что, знаешь, у меня дерево это довольно-таки старенькое, а молодое еще только два-три плода должно быть. А должно быть, знаешь, сколько? Он считался вот самый великан из мичуринских сортов. Это он автор. Они должны быть... Ну, я видел в представленном хозяйстве, там было вот такое яблоко, да? Рядом лежало вот такое. Было написано бельферки тайка. Вот. То есть, огромное яблоко. А наши какие-то средневатые. Нет, дело в том, что этот год, лето у нас... Год неправильный. ...не оптимальное для садоводства. Сначала было очень долго холодно и дожди лили. И большинство, особенно ранних сортов яблок, они даже с сахаристости не набрали нормальные. Они какие-то пресноватые. А вот поздние сорта, вот, к примеру, вот эта, заилийская, да, она тоже мельче намного, чем... Ну, тоже мельче. Но вкус один в один, как обычно. Далее. Да, покойный Боднер считал, что это лучший из зимних сортов, какие он в жизни пробовал. А он, величина, я ставлю его выше на собой, вместе взятых. Да, правильно. Он-то человек заслуженный и знающий свое дело. Дело в том, что, что сказать, из зимних сортов, ну, не могу я так конкретно утверждать, что заилийская, самая шикарная. Не, ну, это его мнение, это твое мнение. Да, оно прекрасно хранится, оно хрустящее, оно сладенькое, ароматное очень. Ну, вообще, все положительные качества в нем собак. Так, Леонид Медович, я перебью пока. Не, не, это, у меня здоровье сегодня не то. Вот, давай сейчас пробежимся по саду. Нет, нет, по саду само собой. Мне нужно, чтобы ты помог определить, что это за сорта я привез. Ну, как я могу определить, если, допустим, это, вот, допустим, для понта, как говорят обычно. Ну, вот, взять по рассветке, да, вот опорт крово-красный. Нет, нет, не опорт 100%. Нет, это точно не опорт. А вот, если взять это слово Мичуринское, вот, у меня мелкие, это самые в этом году яблочки. Похож по рассветке? Очень близко. А вот так вот? Уже что-то не то. Тут зелененькое, а здесь желтоватый. Ну, не знаю. Так, или все-таки лобо. У меня варианты два. Похож на лобо. Если он кисло-сладкий, знаешь, лобо. Он великолепно хранится. Ну, похож очень. Понимаешь? Ладно, короче, давай так, у меня два дерева, на одном мелкие, буду звать Слава Мичуринска, а лобо буду звать вот такие вот. Видишь, вот рассветка, да? Вот такие вот, вот такие я буду звать. Нет, ну, лобо я могу конкретно тебе... Только найди лобо. Это, у меня здесь нет, могу ему Лешке позвонить. Нет, когда, когда, идем дальше, идем сюда. Алексей, видно. Так, что я тебе еще привез, смотри. Вот это, вот попробуй угадай. Ну, это... Антоновка, это желто-зеленый. Ты мне сказки не рассказывай, это Антоновка стопроцентная. Другое дело... Так я говорю, Антоновка желто-зеленый, которая хранится от урожая до урожая. Я должен спорить больше. Вот Курдюмов, да, он у меня лично сам видел, когда я достал с подвала, в октябре месяце Антоновку, прошлого года, он говорит, это достижение, в смысле, что хранится прекрасно. Да, да, к тому же... А вот, вот, у него же запах пошел. А дай-ка, дай-ка, дай-ка. Когда она поспеет, моя жена говорит, что вкуснее яблоко спелого с дерева. Я сдавал на коронавирус, а у меня нет коронавируса. Есть запах, великолепный запах, но... Начинается, душок. Да, он же должен еще перезреть. Ну, это та же самая Антоновочка. Так, сейчас, минутку. А вот это вот? Да, я хотел показать белый, ой, желтый налет. Это влияние этой подвоя. Это влияние этой ягодной ягоды. Она же у нас это, темно-бордовая. Честно, это не знаю кто. Вообще. Ага, я что хочу сказать. То я тебе, этот, от нашего стола, от вашего. Я тебе предлагаю один-два черенка розмарина. Да ну, разве? О, ну, ну, ну. Поскольку я помню розмарин, в средней азии он желтый абсолютно и конусообразный слегка. Очень похож, кстати, розмарин. За что купил, за то продал. Да. Вот, видишь, это форма. Это кто у тебя? А, это формел. А, формел. Ну, где-то что-то есть такое. Ладно, короче, для меня это розмарин, потому что она розовая. Что ты хочешь? А, розмарин, ну ладно. Ну, не я придумал название. Тебе все равно нужен? Нужен. Все, пойдем дальше. Великолепно видим. Так, я еще что-то привозил. А, так вот они. Что ты еще привозил? И вот три. Три все, нет, четыре. Ну, вот они, твои. Это я эти самые достал. Ну, ладно. Теперь что я хочу от тебя? А вот, допустим, это твой, как он называешь, голден, да? Голден. Ну, один из маленьких яблочек. Маленькие. У меня, это, Дмитриш, у меня уже висят, до 500 грамм уже дотягивают, которые висят. Покажи свои. У меня начали падать. Короче, ты у меня брал их уже. Ага, а черенок, ты сразу скажи, чьи черенки. Черенки твои. Вот, а то это самое. Ой, красавцы. Ой, дай в руку. В руку возьму. Нет, вот это красивее. Вот это. Это паразиты, эти червени. Слушай, она еще больше окрашивается. Ты посмотри. Она на там самом, на свету становится, видишь, рябенькая, и потом розовый, такой хороший, красненький цвет. Вот она. Ну, хорошо. Курдинов тоже сказал, это не голден, да? Нет. Ну, ну, и что мы теперь делать будем? Им можно ударить и убить человека. Нет, ну, дело в том, что... У тебя в руках, знаешь, сколько вес? 450 грамм. Да, запросто. К примеру, Климов Алексей говорит, что, это сильно похоже все-таки на Старк Римсонку. Ну, Старк Римсонку. Если вот самые большие... Мелочь, мелочь, да. Мелочь. Вот это вот. 300 грамм не дотягивает. Нет, не дотягивает. А вырастали обычно 500, 550, 530. Да. И в большом количестве. А почему я тебя назвал лучше садовод-любитель? А это... Я не садовод-любитель. Почему? Потому что я торгую. Я садовод-торгаш. А любитель настоящий, художник, это ты. Не, ну, я не торгую, но бывает... Вот мне кажется, смотри, я по-быстрому передергиваю, меняю эти темы. Я все время, как говорю, художник настоящий, это состояние души. И вот такой может нарисовать, да? И пошли в сад. Пойдем. Да, поздравляю. Если кто мне позвонит, спросит твой телефон, я дам. Давай. Ладно? Хорошо. Отходи подальше, чтобы садовод-любитель дали. На полосе очень подальше, где-то метра полтора или метр шестьдесят. Ну, вот она моя последняя работа. Я очень люблю местную осень. Так вот, настоящий художник это и нарисовать может, и вырастить. Пойдем в сад. Пойдем. Сейчас я гляну, сколько осталось времени. Пойдем. О, еще много. Дело в том, что я собрался как раз-таки собирать сейчас лесную красавицу на последние груши. Потому что на завтра, послезавтра уже мороз. Так еще есть, пошли тогда в сад. Есть, есть. Пойдем. Как пойдем? Так сюда можно сократить путь. Пошли, пошли. А, там телесарь и все прочее, может, посмотрите. Так это дойдем. Меня интересует лесная красавица, потому что... Только что снял это самое, два дня назад. О, мраморная. Сейчас я покажу людям вот эту, которая покрасивее. А покрасивее? Она мраморная называлась из-за вот этого своего окраски. Да непонятно, из-за чего она называется. Ты видел эту мраморную уличу Жестовской? Сейчас. Я чуть не чокнулся. У нее, да. Я чуть не чокнулся. У нее черенки. Три раза крупнее. Сейчас я покажу. Три раза крупнее. Окраска такая, что с ума можно сойти. Окраска, когда у вас пеет, она ярко-желтая, с хорошим ярко-розово-красным цветом. Да, а в этом году очень долго была холодная весна. Вот она. Вот она. Уже лучше. А еще у нас неправильный год, ей надо окраской еще сильнее. Они крупнее, естественно. Еще лето жарче надо. Пойдем. Выходим. Вот. Сразу направо и пошли. Художник есть художник. Вдоль. Вот он. Вот этот же персик у кровати не будешь? Буду. Буду. Ладно. Ой, что я натворил. А тут персики посеяны. Не бойся. Это косточки здесь. Закрыты засыпаны. Ясно. Так. Ну что, тут уже ничего нету. Конечно. Тем более, это самая ранняя груша. Мы уже не раз ходили по саду, не раз так. Вот. Приближаемся к сказке. Слушай, а ты... Абрикос рыжик. Ты свой личный клон еще не снял, что ли? А зачем их снимать? Дело в чем. У меня жена очень... Давай так, все сначала. Нет, очень любит жена, это самое их... Дело в том, что это неправильный, его нет в природе, его нет для науки. Кого? Вот этого. А, нет, есть, я думаю, это... Давай еще раз. Ты проевал мой черенок? Твой черенок. Мой черенок. Плоды были на нем синие? Я не знаю, ты черенок как кал обычный. Вот смотри. Это вот район прививка на абрикосе. Вот. На абрикосе сорт левицкий, это как его байк, как ты его называешь, десертный левицкого. Вон, посмотри, у него есть перерост. Удивительный случай, абрикосы вроде быстрорастущие деревья, да? А слива на нем перерастает. Вот они, обе венгерки. Хотя не должно быть. Они одного года прививки, вот с этими. Посмотри, у этих стволов, вот два, рыжика. Ага. Вот. Сейчас меня интересует другое. Дело в том, что ты сделал преступление. Ты испортил уникальный сорт синих венгерок. Нет, неправильно ты говоришь. Правильно я говорю. Нельзя было прививать на абрикос. Как ты посмел? Ты знаешь, что наука, это, меня припечатали, Мичурина припечатали. Ты уверен, что нельзя? Что витативная гибридизация, это ложь и мошенничество. Знаешь об этом? Нет, косточка на косточку и прививается. Да, она прививается, они не должны меняться. Вот если это абрикос, вот это вот, показываю, пинаю, да? А вот это синее сливое, она должна быть синее. Нет, она не синее, розовая. Она розовая, но от тебя мерещится. Привил синий черенок, должна быть синяя, точка. Ну, не знаю, я ее как-то уже давно... Я говорю, ты преступник. Да ладно, хрен с ним, пусть будут преступить. Дело в том, что это... Как это обычно называли? Венгерка, розовая, грушевидная. Вот мы ее так... Это мы назвали. А, короче, условно. А в природе ее нету. Теперь слушай дальше. Нет, дай мне дело в том, что у нас не так много времени. Самое главное, что сказать. Теперь, сколько ты мне косточек выдал на продажу? Пятьсот? Ой, в этом году много. Так вот, я теперь обращаюсь не к тебе. Я сейчас пришел как селекционер. Такой, ученый в кавычках. Так вот, я утверждаю, что если теперь с них взять косточки, то что будет? Часть из них будет синее вырастут, а часть розовая. А по науке все синие должны быть. Не должны. Ну ладно. Нет, ты понимаешь, что я обращаюсь... Лень, подожди. Пойдем, пойдем. Я обращаюсь к людям, которые наши с тобой косточки вот эти купят. Я к ним обращаюсь. Почему мы ее назвали, это розовая и грушевидная? Ну пожалуйста, вот она практически красновато-розовая, да, желтизной. Вот, налет если снимаем, а форма у нее грушевидная. Вот и венгерки. Вот два дерева. Два, то есть один и тот же черенок был привит на левицкого и на левицкого, на абрикосов. Все. Вот что с него получилось. Так ты уже не одно дерево испортил, а два. Да. Значит тебе не пять лет, а десять лет сидеть. Да ладно тебе. Ну, ну ты, это... Короче, они сладенькие, вкусные. Хорошо косточка отделилась. Ты еще вот так пожуй на глазах у людей. Да ну, брось ты, лучше сам пожуй. Так вот, сейчас мы подходим к венгерке с классической, вот она, классика. Я вырос на них на Украине, вот они. Посмотри их сколько. Так я уже порядком снял, сейчас я тебе спелые найду. Они очень сладкие. Держи. Это ты меня угощаешь, я их с шести лет ел. Ты в прошлом году угощал нас этим с Андреем Завьяловым, знаешь что? Мне что-то не понравилось. То есть они какие-то пресные. Это ты бронежи говоришь? Ну, какую-то вот такую ты давал. Говоришь, это венгерка. Ну, зажрались вы, Леонид Дмитриевич. У меня не сладких не бывает. А, кстати, ты напомни, какое время сейчас, какого октября, 12-е. 11-е октября сейчас. А, 12-е. Вчера было 11-е. 12-е. Потому что мы вчера ездили в тайгу. Я это дело посмотрел. Сейчас я тебе мягонькие выберу. Вот которые мягкие, они уже абсолютно по сперчей надежью. Так, тогда скажи, как контр это. На что ты эту привел? Классическую венгерку? Сохранил ее качество? На что привито? То же самое на абрикосе. Мало того... Какого хрена на синий осталось? А я не знаю. Добрый, я доведешь меня до инфаркта? Не-не, я экспериментатор. Я просто, ну, по-нашему почти придурок. Ты говорил, те две привиты на бай. Это на что привито? Тоже на бай? И посмотри, где я его привил. Высоко. Думаю, бай все равно абрикос будет перерастать. Дай-ка ее повыше. А она слива начала перерастать. У тебя все не как у людей. Ты вообще... Видишь, на палках стоит дерево. Боюсь, что когда большой урожай, оно может упасть. Но это уже не весь урожай. Ты молодец. Нет. Что сохраняешь палками. Вот сними отсюда, если тебе интересно для людей и прочее. Видишь, красота какая. Вижу красоту, вижу. Держи. Ты мне вот что скажи. И розовый. Вот они одинаковые по форме, а по вкусу разные. Я не могу понять. Ты нигде не напутал. Все три на бай привиты. На бай. Ну, у меня нету розовых этих. Розовый сделал ты. Да не знаю. Мне кажется, должны быть и у тебя. Нету у меня ни одной. Ну, я что, не знаю свой сад. Не будем сильно успарять. Дело в том, что черенки твои были. Это можешь не сомневаться. Доведешь меня до инфаркта. Жил спокойно. Нет, взял, привил на абрикос. Ну, конечно, это сам знаешь персик. Многие проходят, говорят, слушай, а зачем ты тальник или лозу посадил? Многим кажется, что тальник. У тебя ни одна не осталось на дереве плодика. Людям показать. Нет, все, кончились. Буквально два дня назад последние персики были. Я твои персики по три штучки уже людям продаю. Да? Ну, куда? Мне всех не хватает. Серьезно? Ну, уже по три. Цену поднял до 50 рублей. Ладно. Чтоб меньше брали. Хорошо. А вот для тебя растут. Скоро их выкопаю. Вот так лист облетит. А он уже посыпался. Ой, не дергай моё. Не отрывай мои листья. А он не отрывается от... Сам упадет. Сам упадет. Так. Ну, пойдем. Здесь... Так, а еще меня интересует лесная красавица. Это поздний сорт. Деревья все уже обобраны. Вот на этом дереве. Вот то, что в ящике сейчас только что снимал. И там раморные была и на том. У меня дублирующие два дерева. А лесная красавица уже там гадировала. Вот она. Вот. Вот она. Когда поспеет у неё розовый красивый бок. И тоже ярковатый. О, так они уже готовы к съему. Смотри. Чуть дотронулся. Посыпались. Вижу, вижу. Вижу, что посыпались. Так. Смотри. Вот здесь. А в прошлом году здесь было... Погоди, я еще не налюбовался с этого боку. Во-во-во-во. И все равно... Ты знаешь, она ведь бывает в два раза крупнее. Да. И у тебя была. Да. Сейчас, погоди. Какой бы вот такой показать? А, вот так можно руку подставить. Да, оторви его, да и все. Ой, я ее в жизни не отрывал. Как? Для меня это кощунство. О, деформировано немножко с одной стороны. А, ничего. Это потому, что неравномерно окрашено. Вот в этом году, оно сейчас... Все равно я сегодня снимать уже буду. Вот смотри. Даже вот эта вот груша, она не дошла до естественной этой величины. Ну, тем не менее. Вот так сравнить, да? Это порядочный уже по... Ну, где-то грамм около трехсот. Нет, 250 граммовый стакан. Точно? Точно. Ну, я вместе со стаканом примерно объясняю. 250 граммовый стакан, если туда налить жидкость... Ты в этом смысле, а со стаканом? Да, тогда 300 будет. Ну, вот они, красавцы. Вижу, вижу. Когда поспеет, вот это становится красное красивое, а вот это желтое. Вообще, лежит неплохо. Ну, в ноябре еще можно... Ладно. Покажу еще. Дай мне одну штучку. Я покажу это самое на этом, на вебинаре, прям в окошко где. Люди с ума подсходят. Просто подсходят с ума. Чего-то мне нельзя дарить, поэтому и тебе три. Так. Так, смотри. Вот это вот гигант Подмосковья. Держал груши до последнего. Моя гордость. И с воли, чьи, это и ветра наши, они мне все поздували. Вот последний очень мелкая осталась. Смотри. И мелкая? Да, да, да. Ее все равно надо снимать, пожалуйста. Знаешь... А мне обычно вот, у меня вон фотоснимки, да? Когда у меня первая вот такая появилась, я понял, что... Анидут рассказать? Ну, расскажи. Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула. Жизнь прожита зря. Серьезно. Так вот, Лень, когда я... Эту грушу у меня первая появилась, единственный плод. Ну, чуть крупнее этой. Я смотрел ошарашенно и понял, жизнь прожита зря. Когда на 35-м году жизни только у меня появилось чудо весом. Не 35-м году не жизни, а садоводство? Садоводство, да. Вот, это вообще, на... Это вообще вещь невероятная. В этом году они где-то грамм до 400 всего только и выросли. А самая крупная твою я вешал. Ну, там... А на 600 уже... Не-не-не-не, 600 не было. Но надо быть объективным. Так ты же это самое... Твоя 540 грамм, моя 500. Ты меня обошел по грушам. Это случайно. Ты меня обошел по голден-деррисам, по этому, по ложному. У тебя опять 540 грамм, а у меня опять 500. И сейчас у меня висят 500-граммовые. А их все равно рекордсменты. Ну, это... Да, ой, скромность. Нет-нет-нет. Умрешь от скромности. А дерево рекордсмент. Вот, к примеру, пчелка у меня. Вот, басейфоны еще немножко висят. Но в этом году они мелочи. Посмотри, дерево просторное, красивое. Все условия были. Ну... Я не знаю, что такое пчелка. Ой, это заилийская. Его родное название пчелка. Ну, тогда же ясно. Так, меня достали. Один раз я взял с дуру, сказал, что твой сорт лимонка занял второе место на выставке. Где твоя лимонка? Показывай. Вон третье дерево отсюда. Пошли. Потому что меня достают с черенками, а я не знаю, что ответить. Ну, ладно. Посмотри сам на это дерево. Оно у меня одно единственное. Ой, черенков ни хрена нет. Вот, посмотри. Наверху, может быть, пять, шесть, больше десяток наберется. А, да. Вон он, десяток, да. Я их все равно буду срезать. Мне сад высокий не нужен. Да, понятно. У меня с 610 метров груши посыпались. Все искалечены. Дребезги. Хотя и попадали на это, на газон. Слушай, погоди, чуть не прошел. А это тоже, это, ветка у меня привитая, вот это же самое, то есть нет, а это лесная красавица. А, ну все понятно. Только не окрашивается ни черта. Год такой. Тенева, нет. Да уже все, холодно, уже. Чуть-чуть окрашивается. Я сегодня буду снимать. Снимаю, все уже, время вышло. Сегодня 12 октября. Смотри, я чтоб не путать, видишь, что делаю. Что делаю? Там по столу пищут. А лесная красавица. А, ну понятно. Вот это маркер берешь и... Все понятно. А это вот, допустим, дерево. Так, могу ли я, раз уж я такой нищий, у меня нет розовой венгерки, я могу, люди могут рассчитывать на нее? Ты посмотри, сколько черенков. В этом году очень большой урожай был. Ну не знаю, может десяток. Мы пошли еще раз глянем. Не, уже некогда. Сколько будет, столько будет. Я лишнее людям не обещаю. Не, пожалуйста, все, что лишнее, я тоже не хочу допускать венгерки. Так, сейчас я вспомню, что еще. Так, ну черенки персиковы найдешь? Немножко найдешь. Немножко, опять немножко, ладно. Ну, а эти самые, golden deris у меня вроде свои есть. Вот формел дерево, видишь? Вот теперь смотри, очень хороший урожай был. Я видел, у меня фотографии есть, все увешано. Я фотографировал ее. Посмотри на черенки. Немного. Вот у меня еще последние яблочки висят, да? Ага. Они самые последние ужасно вкусные становятся. Так, и это... Это апорт, я его уже снял. Моя... А, телесарий вот впереди. Да, 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 да. Но это дерево, основное дерево. Вот она. Сейчас я ее скажу. Красота какая. И тоже зимний, что ли? Зимний. Ой, лежит долго. Как покрывается воском уже сейчас. Это вообще, казалось, Олег когда был у меня, который черенки с Украины привозил. Это Семиренко. Думаю, почему они... Минутку, минутку. Вот это? Нет. Дерево основное. Я на него... А, это скелетная прививка. Да. Вот. А Семиренко где? Там. Я сейчас про Семиренко фильм снимаю. Про... Про... Садовода уникального Семиренко. И вдруг у тебя оказывается дерево. Покажи плоды. Сейчас покажу. Они зеленые, невзрачные. Ты имеешь в виду ренет, Семиренко? Просто обычные зеленые плоды. Ну, именно ренет. Можно сказать ренет. Ну-ка, давай. Что Олег сказал? А вот это, на этом же дереве, это свекольное привито. Свекольное? Да. Вот оно. А где хохол? Хохол. Вот центральный. Но он же Семиренко. Семиренко. Я их снял плоды. Пойдем. Ни одного, да? Сейчас посмотри. Они посыпались. Осталось 3 минуты, он отключится этот самый. Давай, бегом. Потому что я только про водовища садовода снимаю фильм. Понимаешь? А у меня даже фотографии нету его плодов. Вот дожил. Ну, в магазине можно было бы его взять. Да, я верю им. Продавали это самое, персики под видом крупноплодных абрикосов в магазине. Представляешь? Плоды. Вот смотри. Давай. Кстати, все контрольные я всегда подписываю. Вот смотри, что я делаю ему. Покажи Семиренко, у меня больше ничего не интересует. Всем, всем, всем. Семь, всем, Семиренко. Семиренко. Так, смотри. Самые крупные вот. Они абсолютно зеленые, без окраса. Сейчас отключится, я сфотографирую для статьи и для фильма. А пока скажи людям что-нибудь, осталось 2 минуты на разговор. А вот что и скажи. Как это самое? Да нет. Можно сказать, людям, знаешь что, пусть берут землю, занимаются чем угодно. То есть садоводством, овощеводством. И никогда с голоду не помрут. И будут для души. Хороший совет, слушай. Хороший. Я что боюсь-то? Тут 3 миллиарда этих пользователей отключили на несколько часов, считающую планету. От этих самых. А ведь все, сейчас полы на планете, только там зарабатывают. Сразу голод. Сразу. Да. А дело в том, что любой участок у нас в России всегда от голода спасал. Если бы не по 2-3 участка в перестройку, вот это 90-е годы, я думаю, пол России вымерло бы. А так мы спокойно на капусте, на свекле, на картошке прожили. А как мы брали по 10 соток, завод давал землю? Да. Арендовали. И выращивали картошку, потому что у нас зарплата была в ООО. Да. Было? Вот у меня жена работала на заводе. Ей, да, 7 соток выдали только под картошку. Вот. Бесплатно, без ничего. И мы, у меня было 2 дачи, так называемых садово-огородных этих участков. 1, 6 соток, а 2, 11. Тоже пополовину было засажено картошкой. Там картошка, ну и всякие хряпки. То есть это, знаешь, буряки, да, там капуста. И за счет этого выживали. А зарплата-то была, сам понимаешь. А иногда и не платили. Ладно. Всего хорошего всем. Привет. Совет великолепный. А от 70-летнего мужика, ветерана, 71-летнего, это великолепный совет. Считаю, только ради него стоило приехать тебе и снять этот фильм. Ну, в общем, Сибиренко, на отдельное снимай, если хочешь. Сейчас сниму. Так, все, на этой мажорной ноте прощаемся. Они еще запаха даже не дают. Вот так протяни, как будто ты даришь людям. Вот так, вперед протяни. Дарю, Джей Тайвей. Дарю.